я вот такую пробовать хочу это будет не столько пробовать сколько учения может быть потому что мы знаем хорошо проповедовать хорошо знаем все проповедуют все рассказывают все говорят а вот учения нету по поводу того как право и первое кому мы должны проповедовать в этой жизни на это самим себе вот я уже об этом говорил несколько раз мы должны себе первую очередь проповедовать его мы для этого собственно здесь собираемся мы для этого читаем библию мы для этого общаемся с богом но нам обязательно нужно научиться проповедовать себе и сегодняшний сегодняшний наш круг называется в чем ценность этого дня много было разных причин почему я сегодня в этом говорю одна из них в том что я обратил внимание на некоторые как-то так вот стечение обстоятельств том числе и социальных сетях очень много разговоров про то что люди не видят смысла в жизни не видят смысла в работе не видят смысла там пребывание там где-то в поездках куда-то это не видит смысла просто ну все так найти все рутинно все уже сера и мы давайте просто поговорим на эту тему чтобы чтобы вашему такое день так вы считаете вот для вас что такое день новой возможности день это когда светло на ночь это когда темно мы наставник говорил что ночь это тот же день только темно окей все так тот же день нас в израиле день начинается с вечера и тянет на самом деле единица времени эта единица времени и время это такой уникальный ресурс который ну невозможно восполнить его невозможно сэкономить его него невозможно воссоздать его невозможно вместо него невозможно ничего придумать согласны невозможно потому что время это такой ресурс который утекает безвозвратно больше никогда не будет 28 февраля 2020 года 19 уже никогда больше не повторится и в то время которое мы потратили просто так она никогда не вернется в реку времени возможно дважды войти поэтому наверное во всех философиях мира вот этого не называлась именно рекой времени она течет вот как говорят в одну и ту же воду два раза не войдешь то есть она течет и она уже обратно не вернется такой ваш шанс встретиться с той же молекулы воды ну даже через год никакого со временем так тем более это безвозвратно и время уходит безвозвратно и день за днем минута за минутой час за часом неделя за неделей месяц за месяцом год за годом десятилетий за десятилетиями не недавно я поймался на мысли что я уже мыслю категориями прошлого века да я в москве последний раз был в прошлом веке в прошлом веке был в москве не в прошлом году в прошлом веке в прошлом тысячелетии и это уже никогда не вернешь этих лет уже больше никогда не будет и у людей вот есть интересное качество они ценят все подряд все что могут подарить ну то есть деньги работу ценят подарки вещи ценят дома автомобили но вот со временем проблемы время она знаете как и воздух достались нам бесплатно самого рождения мы для того чтобы это получить никогда ничего никаких усилий не прилагали мы просто его получаем и и расходы как придется очень много людей приходят потом в конце своего жизненного пути и говорят если вы вернуть все назад но к сожалению вернуть назад то ничего невозможно так не бывает можно только двигаться вперед в этом времени никогда не будет следующей секунды каждый вот тут просто думать что каждая следующая секунда она через секунду окажется в прошлом а прошлое уже не вернешь прошлое уже не исправишь в прошлом уже нечего делать нужно жить настоящим днем и вы знаете вот эти вот вещи которые нам достались так легко как время и воздух они настолько ну обесценены нами что мы отравили окружающую среду жилья на этой планете на 7 миллиардов 800 миллионов человек на январь 2020 года почти 8 миллиардов каждый день это количество увеличивается на 85 миллионов человек ну включая те кто умер включая те кто родились и мы продолжаем отравлять ну ладно если воздух мы еще можем генерировать только сгенерируем время время мы никак не сгенерируем и большая часть того что мы делаем это рубить и про то rou diagram и просто в рутине ходим работа дом выходные работа дом выходные работа дом выходные это каждый день каждый день каждый день на протяжении многих лет и она не меняется меняются места работы меняется качество работы меняется может быть количество денег которые мы зарабатываем но то что мы ходим на работу не меняется она остается всегда без изменений на всю нашу оставшуюся жизнь если мы не занимаемся и вы знаете когда мы уходим в эту рутину у нас не хватает время меня что нас не хватает времени любить себя у нас не хватает времени любить бога у нас вообще ни на что не хватает времени описание как иисуса спросили в чем в чем суть закон это всего он говорит возлюбит господа бога своего всем сердцем всем душой всей душой и всей крепостью своей а вторая часть закона говорит возлюбить ближнего как самого себя на этом горит стоит весь закон пророки но когда же нам любить себя если мы работа то работа до работа до выходные никогда мы отказываемся от многих вещей мы отказываемся от многих встреч мы отказываемся от многих удовольствий только потому что мы думаем что если мы сегодня не выполним эту рутину завтра могут быть проблемы и получается что нам некогда любить себя мы теряем этот навык любви себя теряем когда мы теряем навык любви себя мы теряем навык любви ближнего свою потому что любить ближнего может как самого себя если я сам себя не умею любить как я научусь любить ближнего я не смогу научиться рвить тогда мне нужно с утра до вечера перечитывать просто 138 псалом просто и и и выучить его наизусть запишите себе вы можете быть не согласны со мной но я говорю то что вижу на сегодняшний день вот когда мы смотрим на любовь богу чем измерить любовь чем ее измерить вот если любовь там например мужчины к женщине можно измерить количеством там подаренных цветов конфет и так далее вы качаете головой так многие так меряют чем измерить любовь бог иисус дает ответ на этот вопрос он говорит если любите меня заповеди мои соблюдете любовь богу измеряется одним единственным свойством нашим соблюдением заповеди качество соблюдением заповеди и вот что нам иисус заповедует 14 13 глава иоанна 34 стих заповедь новую даю вам долюбите друг друга как я возлюбил вас так и вы долюбите друг друга это заповедь или нет можно сказать заповедь которую я даю вам иисус все время пребывал в любви к людям постоянно иисус постоянно занимался тем что любил людей он служил людям он постоянно куда-то ходил кому-то помогал кого-то исцелял кого-то воскрешал даже в субботу поругался с фарисеями и сказал что даже женщину можно в субботу исцелить а у них проблем было мало того что в субботу еще и женщин и вот вы знаете откуда он это взял почему он так хотел служить людям почему он зная что ему отведено всего три года это меньше там получать всего три года почему ему нужно посвятить себя служению и заканчивая служению нам овением но почему потому что он увидел написано написано в писании я ничего не делаю не видя отца творящего может он учился у отца он научился любить у отца и он понимал что если он сейчас эту любовь не реализует этот день не вернется хотя он сам бог вам вне времени он может дарить любовь всегда но он пришел к нам как человек и он должен был ценить каждую минуту он точно знал когда и куда ему нужно идти он точно знал когда и где должны были появиться его ученики он это все точно знал и он никогда не опаздывал он всегда приходил вовремя даже когда сказали что лазарь умер и четвертый день в могиле и уже смердит он сказал если кто верует в меня не умрет но воскреснет и он спросил даже у сестры веришь ли ты и потом сказал просто встань глаза и вы из рук и мышь в бинтах и даже в этом он не опоздал он точно знал цену времени точно знал и его заповеди это то что очень мы должны руководствоваться в притчах написано это 3 глава 1 2 стих сын мой наставление моего не забывай и заповеди мои да хранит сердце твое ибо долготы дней лет жизни и мира они приложат тебе то есть если мы соблюдаем заповеди божьи а заповеди божьи они в чем заключаются в любви к ближнему иисус ведь так сказал что нам нужно вот как мы хотим чтобы относились к нам так и вы должны относиться к другим это одна из заповедей вы знаете мы готовы соблюдать заповеди из ветхого завета но почему-то новозаветные заповеди которые иисус просто которыми иисус раскрыл эти 10 заповедей нам более понятным способом с 5 по 7 главу евангелия атмосфея скажет мы почему-то не готовы выполнять не потому что мы не хотим потому что у нас нет на это времени у нас нет на это времени и получается что если мы если мы не находим времени на то чтобы полюбить себя полюбить ближнего полюбить бога если мы не находим это времени каждый день мы находимся в противлении тому что бог от нас хочет и вопрос сейчас не в том кто из вас любит себя или любит ближнего или любит бога мы не сможем этим никогда помериться не как но ни в каком ни в каком смысле можем там на руках померить у кого больше силы на мы можем там не знаю встать возле косяка двери померить кто выше ростом встать на весы помериться кто 100 тяжелее да и кто легче но мы никогда не сможем померить насколько я люблю себя насколько я люблю ближнего насколько я люблю бога потому что это только я знаю не только ты знаешь насколько ты любишь себя ближнего или бога и поэтому когда мы читаем новый завет в частности посланник евреям и так каждый сам за себя даст отчет сам за себя почему потому что никто не может объективно оценить то что мы делаем когда начинается это происходить в церкви тоже религиозность сколько раз не ты молишься скольким больным ты отнес еду сколько бомжей ты покормил сколько перевязок ты сделал сколько раз по низу сходил все это обмечается это ли мы не про это сейчас послание к евреям с третьей главы это что мы прочитали это местописание но ну более-менее ключевое сегодня у нас будет несколько таких местописаний с третьего кстати главы с двенадцатого стиха по 4 главу 70 это в принципе один и тот же отрывок не знаю почему поделили на главу и так смотрите братья чтобы не было в ком из вас сердце лукавого и неверного дабы вам не отступить от бога живого но наставляйте друг друга каждый день доколе можно говорить ныне чтобы кто из вас не ожесточился областившись грехом ибо мы соделались причастниками христу если только начатую жизнь твердо сохраним до конца доколе говорится ныне когда услышите глаз его не ожесточите сердец ваших как во время робота ибо некоторые из слышавших возроптали но не все видишь вышедшие из египта с моисеем на кого же негодовал он 40 лет не нас их решивших ли которые которых кости паре в пустыне против кого же он клялся что они войнут в покой его как не против непокорных ибо видим что они не могли войти за неверие посему будем опасаться чтобы как когда мы когда все еще остается обетование войти в ее покой не оказаться бы кому из вас опоздавшим ибо нам она возвещено так и тем но не принесло им пользы слова слышно нерастворенная вера услышавших и во входе в покой мы уверовавшие так как он сказал я поклялся дневе моем что они не войдут в покой мой хотя дела его были совершены еще до начала мира ибо нигде сказано седьмом дне так и почил бог в день седьмой от всех дел своих еще здесь не войдут в покой мой и так как некоторым остается войти в него а те которым прежде возмещено не вошли в него за непокорность то еще определяет некоторый день ныне говорят через давида после столь долгого времени как выше сказано ныне когда вы услышите голос его не ожесточайте сердец вашего я очень много раз читал это место писания мне было непонятно причем здесь сегодняшний наш покой который мы должны войти и то что было сказано давиду и что что было самим давидом в псалмах и то что сказано было моисея когда я просто начал более подробно вникать в это место писания и читать комментарии разных проповедников на эту тему мне вдруг появилось откровение что покой это вот знаете когда когда ничего не беспокоит то есть есть покой а есть беспокой ну знаете люди беспокоятся потому что покоя нет покой это когда ничего не беспокоит это когда мы во всем уверены все знаем и поэтому здесь горит что он не мог впустить в свое царство неверных не смысле неверных что они неверны ему а в смысле неверующих когда я прочитал несколько переводов библии там как раз и написано что они были не неверные а не веровавшие и поэтому здесь павел говорит что мы верующие да входим в покой но чтоб кто-нибудь из нас не оказался опоздавшим потому что иногда за этой суетой которая вокруг нас происходит мы можем и опоздать в покой мы можем отвлечься на что-то мы можем вдруг заработаться так что господь придет и нам уже будет подождите подождите что господь приходил я пропустил а да я же работал нижней когда было субботу там все делают субботу обычно выходной убирают стираю на моют полы а чё господь приходил я полы но успел то же самое они были заняты правда нет не мытьем полов тогда пола не были в пустыне они были заняты роботом они были заняты недовольством они были заняты тем что каждый день они просто приходили друг другу и говорили как все плохо страна плохая правительство плохое налоги плохие цены плохие квартиру не купишь машины дорогие налоги высокие детям никуда пойти там нету кружку вот этот вот весь робот который вокруг он отвлекает нас от того чтобы пойти мы настолько входим ведь это же классно когда мы ходим и ропщим у нас же куча куча этих единомышленников вот пройдитесь мимо домов где сидят вот эти вот единомышленники террариум друзей и серпентарии единомышленников когда они сидят и друг другу рассказывают как все плохо когда они не рассказывают что у них все хорошо вот недалее чем вчера мы общались с нашими братьями и сестрами и говорили что все зависит от того как человек увидит вот вы знаете пчела и муха летят над лугом пчела на лугу увидят только цветы а муха сами знаете что кто на что ориентирован тот то и увидит но иисус знамен не был сориентирован на плохое он был сориентирован на хорошие потому что его отправили в землю обетованную саглядатым не чтобы найти почему туда нельзя войти а его отправили чтобы посмотреть когда-нибудь что там будет хорошего всем же плохо в пустыне ему нужно было посмотреть что хорошего он это и увидел хотя смотрели не на одно и тоже но он увидел именно то что увидел то что он должен был видеть и мы когда с вами смотрим на вот это вот все что вокруг происходит всю эту суету которая нас поглотила все это весь этот побег за деньгами вот эти вот на этих красивых лигах называют вот когда как белка в крысе крутится вот это вот оно уже никогда не заканчивается вот в этот момент нужно остановиться и понять что это не то чего от нас хочет бог я вижу ваши непонимающие глаза о чем я собственно сказать что проповедь грустная она не грустно она просто показывает нам как он весь на самом деле потому что сегодня мы отсюда с вами уйдем и на какой-то этап нашей жизни кого-то на час кого-то на день кого-то на неделю захлестнет рутина аж до следующего служения и как это как так получилось как мы их не заметили нет за это время конечно произошли многие вещи я она нашла работу я перестал да я перестал проповедовать на инвалидном кресле многое произошло но это время больше не вернешь и когда смотришь назад думаешь а сколько еще можно было сделать на самом сколько еще можно было сделать насколько на самом деле у нас было много времени чтобы сделать и вот это и вот это и вот это но мы не ценим этого я говорю про мы это мы включая говорящего мы все одинаково не ценю время все одинаково просто кто-то в большей степени кто-то в меньшей степени и как это работает нашей жизни сегодня что понять мы вот бегаем 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 а для чего с какой целью с какой целью мы все это дело зачем нужно было на работу устраиваться можно было дом к себе платили вы конечно меньше национальное страхование родное любимое но почему-то пошли на работу устроиться почему-то когда денег нет мы точно знаем что нужно делать пойти на работу устроиться знаете на всех так или только у меня нужно начать что-то делать так вот в салме 45 в 11 стихе папа говорит следующее он говорит остановитесь и познайте что я бог буду превознесен в народах и превознесен на земле остановитесь и познайте что я бог вы знаете когда иисус проповедовал своим ученикам он говорил очень интересные вещи которые ученики не могли понять и вы кстати тоже их могли не понять потому что очень много было преткновение на эту тему среди верующих на протяжении всех двух тысяч лет потому что неправильный перевод одного слова мог просто ну искоречить жизни людей ответственность при переводе давайте мы это место написание с нами прочитаем еще одно ключевое большое но вы его все знаете новый завет матфея 6 глава это все из наборной проповеди все там он ходил на горе и проповеду с 25 по 3 4 стихи посему говорю вам не заботьтесь для души вашей что вам есть и что пить не для тела вашего во что одеться душа не больше ли пищи и тело одежды взгляните на птиц небесных они не сеют не жнут не собирают житницы и отец ваш небесный питает их вы не гораздо ли лучше их да и кто из вас заботя сможет прибавить себе росту хотя бы на один локоть и об одежде не заботьтесь посмотрите на полевые лилии как они растут не трудятся не придут но я говорю вам что и соломон во всей славе своей не одевался так как всякой из них если же траву полевую которая сегодня есть а завтра будет брошена в печь бог так одевает кроме бачи вы мало веры и так не заботьтесь и не говорите что нам есть или что нам пить или во что одеться потому что всего этого ищут и из личники и поэтому и потому что отец наш небесный знает что вы имеете нужду во всем этом ищите прежде царствие божие и правда его и все остальное приложится вам и так не заботьтесь о завтрашнем дне ибо завтрашний сам будет заботиться о своем довольно для каждого дня своей заботы знаете для многих это стало как на меня как это не заботиться о завтрашнем дне но это же иисус сказал не заботиться о завтрашнем дне но это то самое слово которое будущее неправильно переведено оно выбило из колеи очень многих очень многих я видел людей которые просидели на печи как илья муромец просто просидеть и говорю но бог же позаботиться уже умирает знаете от голода уже ушек нечего совсем бог же позаботиться написано не заботьтесь о завтрашнем дне у меня каждый день завтра и каждый день как вчера потому что одно слово а там написано не не заботьтесь они беспокойтесь понятно что если бы мы перевели так как не заботьтесь то все предыдущее писание было бы неверным что писание написано что то не сеет весной тут осенью голодать не это ли забота о завтрашнем дне но забота и беспокойство это разные вещи за беспокойством о завтрашнем дне мы иногда теряем любовь к себе любовь к ближним любовь к богу мы заботясь о завтрашнем дне забываем что заботиться надо но беспокоиться не имеет смысла потому что написано что даже птицы которые не сеют они собирают жидницы каждый день имеют пропитание и может быть лучше то время и те мысли ту энергию которую мы направляем на то чтобы беспокоиться о завтрашнем дне направить на что-нибудь другое направить на любовь ближнему направить на позвонить кому-то и спросить как дела направить на то чтобы сходить с кем-то на какой-нибудь там я не знаю выставку работы пример вот ему нужно найти работу это ж нужно найти правильно нельзя сидеть без работы нужно чем-то заниматься это есть забота завтрашнем дне начали безответственность бог не пощиряет безответственность но это можно потратить на совсем другие вещи мы должны быть сориентированы на любовь галатам 6 глава 2 стих говорит носите бремена друг друга и таким образом исполнит закон христов носите бремена друг друга да не надо ходить и плакать совсем подряд как вам плохо но притискать у меня есть нужда и мы об этом говорили на ближайшие последних собраний у меня есть нужда написано что бог знает в чем мы нуждаемся и давайте поступать как давид в чем нуждался давид бог тоже знал но давид обращал его внимание папа мне вот это кажется важным и он получал ответ на свои молитвы потому что бог знает наши нужды но он также хочет чтобы мы их разглядели и чтобы мы пришли к тому источнику который будет действительно эти нужды восполнять они в банк не к соседу понимаете не на работу тесно работа должна отходить но не для того чтобы пропитаться завтра то что просто обеспечить себе так эти говорят что не в деньгах счастья слышали про такое и в их количестве тоже несчастье но когда они заканчиваются они где-то там на втором месте после кислорода находится потому что этот мир так устроен что без денег мы к сожалению ничего не может что книга откровения написано было про что-то будущее когда никто не сможет покупать без начертания там звери это уже сегодня попробуйте что-нибудь купить без денег попробуйте получится у вас то есть получается что уже сегодня мы не можем ничего без денег но давайте посмотрим на учеников иисуса христа где они брали деньги как это не нужно иисус например чтобы проиллюстрировать свою проповедь в храме должен был одолжить динарий заплатить налоги нужно было сходить к морю вытащить рыбу изо рта сказать это естественный путь вообще а почему мы тогда пищем естественных вот а у них больше негде было взять деньги ну слава богу там только за двоих нужно было заплатить за иисуса и за петра остальные все были несовершеннолетние апостол да и всего понадобилось два там два динария по моему нужно было достать из изо рта у этой рыбы а если бы 12 думаете их там не нашлось бы нашлось сколько надо было столько у вас часто получается два хлеба и три рыбки размножить так что восемь тысяч человек не включая женщин детей наелись еще восемь коробов осталось у вас как часто это происходит это естественный процесс нет иисус говорит он обращает даже внимание на то что вам нужно чтобы все происходило в жизни ваши сверхъестественно но тогда и обращаться надо к сверхъестественному к сверхъестественному сколько раз и она проходила мимо этой клинике в которой она нас сегодня работает у нее когда-нибудь появлялся мыслить затем это устроиться на работу нет может быть получить услуги да но устроиться на работу вряд ли а тут вдруг она пошла и спросила вы думаете это естественно это сверхъестественно знаете почему потому что естественно было бы сказать так у меня плохой иврит и в клинике где все говорят на иврит я скорее всего работать не смогу это естественно а сверхъестественно зайти и на ломаном иврите сказать ищу работу а и оказывается там ждали уже ждали бог уже проговорил начальнику этого места и сказал придет девушка на ломаном иврите спросит ищет работу а ты прими ее и попробуй не прими и все это сверхъестественно когда мы уповая на сверхъестественное то в нашей жизни происходит сверхъестественные вещи чудеса происходит там где в них лет и вы знаете если что касается служения например то уровень посвященности он все-таки зависит от того кому больше прощено ну так написано в писании вот кому больше прощено тот больше любит иисус сказал и наверное мы евреи все-таки народ же таковыми мы считаем что нас прощать не за что у нас стать все хорошо это не язычники там они значит там и долопоклонник все их нужно прощать вот господь их сильно простил поэтому так сильно посвящены а нам не надо у нас и так все хорошо ну простите я за что купил зато продаю я сам таким был мне несколько лет подряд говорили тебе нужно покаяться веру в чем в чем я никогда не нарушил 10 заповедей в чем мне нужно пока я же святой я же супер праведный все евреи такие мы все такие смешно мне не очень знаете почему мне не очень потому что когда я смотрю на уровень посвященности людей которые действительно почувствовали что и много прощено они почувствовали что бог любит они это не просто почувствовали они это они это через себя пропустили они совершенно по-другому ко всему относятся они готовы с десятки километров ехать воскресенье там в россии в америке на служение в америке проще там на машине в россии тяжелее там нужно автобусы братья даже не один не всегда пустой не всегда с комбинационером и ехать там в 7 утра чтобы 10 приехать на второе служение и остаться там на весь день чтобы за кого-то помолиться кому-то по пророчеству то есть посвятить день богу здесь в израиле такого нету потому что у нас есть суета мы собираемся с до приехали сюда россияне и американцы того чтобы что в церкви в только два раза в день открыто говорит на нашем сайте видели что в среду с 6 до 6 до 8 а в субботу с 11 до часу это все что у вас что мы больше помещений не сдают на большее время ягод нет нас просто служение ну так везде так проходит здесь в израиле потому что нам не надо ничего прощать у нас так же и служение которое на котором я сейчас говорю это именно вот это служение внутри нас вот церковь это не не вот это вот то что здесь происходит это не церковь это мы просто собрались для того чтобы воздать хвалу богу потому что он нас до этого дня привел вот вы знаете во многих еврейских традициях во многих еврейских праздниках есть такая традиция произносить благословение благословение господь царь вселенной который вел нас и привел нас и хранил нас и мы дожили до этих дней вы знаете что когда я смотрю почему она в этот профиль назвал ценность сегодняшнего дня до библии очень часто употребляется количество лет но суть человека суть его она в днях измеряется если мы читаем с вами четвертую главу бытия там написано всего дней жизни того-то было столько-то лет дней жизни столько-то лет и он умер давид когда говорит свои псалмы он говорит о днях которые были у у бога в руках когда ни одного из них еще не было он играет о годах он не играет о десятилетиях он говорит о днях там же давид говорит что когда он просыпается утром бог возвращает ему душу его и он может начать еще один день также написано что благодать божия и милость обновляются не каждую неделю а каждое утро или каждый день некоторых переводах и благодаря этому мы живем мы должны научиться ценить этот день ценить тот день когда бог нам его даровал когда он вернул в наше тело душу и мы смогли утром открыть глаза проснуться и сказать спасибо тебе господь что задал дал мне еще один день я проснулся утром здоровым на целом у меня есть крыша над головой у 78 процентов населения земли нет крыши над головой нет что вы понимали если кто-то говорит что у меня там положение тяжелое 78 процентов населения земли не имеют крыши над головой порядка 80 процентов населения они не знают что они будут кушать на обед если им удалось что-нибудь поесть на завтрак я уже говорю про ужин я уже говорю что большинство абсолютное людей на планете вообще но он не мечтает о душе каждого или о ванной комнате или просто чтобы умыть за теплой воды причем в любое время когда мы смотрим на все это вот и на всю эту суету вокруг чего мы крутимся вокруг чего чего мы добиваемся ради чего мы все это делаем на самом деле написано что мы должны носить примена друг друга чтобы исполнить закон христов мы должны каждого вот подойти спросить а что у тебя что у тебя я не могу помогать и как павел сила петр с иваном шли и и и и сказали целом серебра и золото не имеем но что имеем отдаем тебе встань и ходи во имя иисуса христа можно просто прийти помолиться можно помолиться вместе на языках можно попророчествовать такой дар тоже бывает если вы не знаете в церкви пророчества но если которые говорят что не бывает я груша было не очень часто и последнее время очень часто и очень много только нужно ведь различать нужно найти служение свое внутри церкви отрицер к служение она знаете может быть разная но по факту мы должны просто помогать друг другу прийти не сказать за что помолиться за собой если сестра давай помолимся я понимаю что не Не каждый придет сейчас и откроет прямо перед вами свою тайну, своей жизни. И вы прямо вот так возьмете и помолитесь, и все решится. Нет, это процесс. Это процесс становления отношений. Когда ты сидишь, думаешь рассказать ему, не рассказать. Не знаю, как он отреагирует, а если вдруг не так поймет. Это пока еще не доверие, это пока еще не семья, это пока еще не церковь. Мы в процессе становления. Мы никогда не станем идеальной церковью. И ни одна церковь в мире не станет идеальной церковью никогда. Потому что Бог меняет. Он говорит, все творю все новое. Но каждый раз меняет, каждый раз вводит на новый уровень. То, чего мы уже добились, мы вдруг понимаем, опа, этого уже не хватает. Но по факту все, что от нас Бог требует, это прийти и спросить. Чем тебе помочь во имя Иисуса Христа? Потому что Бог нам сказал, все, что попросите во имя Мое, я дам вам. Мы боимся подойти к Богу. Потому что у нас у самих внутри тайн куча. И сегодня вот наступает суббота. Это Божий день. День Божьего покоя. Мы должны просто посмотреть на себя в зеркало и сказать, в чем была ценность сегодняшнего дня. Не надо ходить далеко. Сегодняшнего дня. И что ценного я сделал сегодня для Божьего Царства? Что ценного? За кого я помолился? Кого помазал елеем? О чьих нуждах я? Пусть я просто поговорю. Кого обнял? Кого поцеловал? Кому пожелал хорошего дня? Хорошего вечера? Хорошей субботы? Я не говорю, там пришел кого-то накормили. Может быть у вас у самих нету сейчас откуда? Нету ресурсов? Бывает. Я знаю несколько человек в Тель-Авиве. У них реально нету денег. Они работают там кассирами, уборщиками и так далее. Они просто ходят по Тель-Авиву и перевязывают. Они покупают на свои деньги бинты, перевязывают бездомных. Этих наркоманов. Перевязывают, обрабатывают им рано. У них ни на что может нету денег. А есть те, кто приходят и тех же наркоманов кормят. Я не говорю, что мы должны это делать. Нет. Это по зову души. Я не знаю, я посмотрел на них, я не знаю, я бы смог это сделать. Честно вам признаюсь. Я не знаю, смог бы ли я это сделать. Но просто, знаете, очень много людей обесценивают взаимоотношения. Обесценивают любовь между собой. Ведь завтра может не наступить. Завтра может не наступить. Тем более, мы же в Израиле. Мы не знаем, вернемся мы домой сегодня при поездке в автобусе или нет. Но когда мы спокойны за то, что мы уже начали свою вечную жизнь. Если для кого-то это новость, я вам расскажу. Ваша вечная жизнь начинается не после смерти. А в день покорения. Если вы не в курсе. И, к сожалению, большинство людей с гораздо большей тщательностью планируют свой ближайший отпуск, чем свою вечную жизнь. Да, конечно, мы не можем спланировать свою вечную жизнь на небесах, потому что там все спланировал Бог. Там уже все готово. Но мы можем спланировать свою вечную жизнь здесь. Мы можем перестать обращать внимание на негатив и начать обращать внимание на позитив. Мы можем больше проявлять любви. Мы можем просто еще раз кому-то подойти и сказать, что мы его любим. Еще раз подойти и сказать, что мы желаем ему хорошего дня, хорошей субботы, хорошего вечера. Можно сказать человеку, что я по тебе скучаю. Вот я просто поймал себя на мысли, что жене я говорю это, а детям нет. А думаете, они в этом не нуждаются? Нуждаются. Нуждаются. Не только в словах «я тебя люблю», в словах «я по тебе скучаю», «хорошего дня», «будь здоров», «здоров». В этом проявляется та самая любовь, когда мы действительно заботимся. Ведь это нужно же вспомнить, нужно же мозги свои набрать, чтобы вспомнить, нужно же пожелать кому-то хорошего дня. Мы же не привыкли это делать. Причем посторонним мы это делаем всегда. Боим то, пока хорошего дня на русском. А своим нет. Ну, а что я своим? Они и так все знают, что нормально. Можно и без этого. Не можно. Не можно. Я просто, когда сегодня я на эту тему размышлял, прям с утра причем размышлял, вот как проснулся сегодня, не знаю почему. У меня вот как проснулся, и начал на эту тему, мне просто покоя не давало мне эта тема. Почему одним мы «да» способны это сказать, а другим нет? Потому что мы очень много принимаем, как само собой разумеющееся. В том числе и завтрашний день. Вот мы все уверены, что мы завтра проснемся, и все будет по-прежнему. Но знаете, в чем вся трагедия? Да, мы проснемся, амэн. И послезавтра проснемся. И так до момента, когда Бог захочет нас забрать к себе. Будем просыпаться каждое утро. Вопрос, как мы этот день из расхода завтра? На что мы его потратим? Нет, я не говорю вам, что нужно завтра просто сделать организованный поход к Тель-Авиве и накормить всех бездомных. Нет. Хотя в больницу можно было бы съездить? Можно бы съездить в больницу, да. Можно навестить тех, кто в трауре, например. Тоже хорошая идея. Но не проблема, не проблема. В Израиле траур не соблюдают в субботу. В субботу траур прервается, знаете, да? Поэтому можно, можно много вещей сделать. Вопрос, как мы потратим? Опять на себя, опять на рутина, опять на вот это вот... Нет, понятно, что все это надо делать. Надо сходить на работу, надо прибраться в квартиру, надо постирать, надо погладить, надо приготовить на какую-нибудь посуду, надо... А еще у кого маленькие дети, там еще и с детьми, там... Оно не прекращается никогда. Но проще... Проще. Написано. Не беспокоиться о завтрашнем. Не заботиться. Заботиться, конечно. Нам нужно позаботиться, чтобы дети в воскресенье в школу пошли с едой. Поглаженные. Одетые. Ну и желательно в хорошем настроении. Это редкость. Потому что она у них портится, сколько того, что они просыпаются. Это забота, да. Но беспокойство должно уйти. Вот за это надо молиться. Надо молиться, чтобы у нас, вот с нашего сердца ушло беспокойство. Тогда день будет иметь ценность. И не всегда финансово. Я, например, знаю по себе. Я спрашиваю себя, что я сегодня сделал, чтобы завтра заработать денег. После завтра заработать денег. Потому что закон сияния, не жатко, он работает. Что-то сделаешь, значит, получишь деньги. Ничего не сделаешь, значит, не получишь деньги. Проще сходить на работу, конечно. Я вводу себя на мысль, может, на работу пойти уже? Зачем вот это вот? А потом вспоминаю, что у меня же нельзя. У меня же доктор сказал нельзя. И я вот думаю, что надо перестать об этом беспокоиться. Нам нужно просто заботиться о завтрашнем. То есть выполнять то, что от нас зависит самым лучшим образом. Знаете, вот англичане говорят «Do your best and let to God to make the rest». Делай то, что от тебя зависит лучшим образом. И остальное все дали Богу. Если мы вот так будем жить, ценя каждый день, что мы вот в этот день все будем делать как для Господа, а не как для человека, вот все, что от нас зависит, но не беспокоиться о том, что Бог все остальное совершит, тот день будет иметь ценность. Нам будет проще. нам будет интереснее, нам будет ради чего завтра просыпаться опять. Потому что к концу недели, у многих из нас, по себе знаю, когда работал тяжело физически, к концу недели я уже не знаю, а стоит ли вообще просыпаться. Еще один день, еще одна усталость, еще одни клиенты, вот эти вот, которых надо любить. А что делать? Так Господь сказал. Надо перестать беспокоиться. Надо внести себе в нашу, в свою собственную жизнь вопрос на повестке дня. Чем ценен прошедший день? То есть вот придет Господь сегодня ночью и спросит, что ты сделал сегодня для Царства Небесного? На работу сходил, посуду помыл, что там, детей в школу отправил, еще что сделал? А, полы подмел, в магазин сходил. А для Царства Небесного что сделал? Детей в школу отправил. Детей в школу отправил. Это тоже для Царства? Тоже для Царства, конечно. Да все для Царства Небесного. Но по факту Бог от нас совершенно любит вещей просто. Он говорит, остановитесь и познайте, что я Господь. Он говорит, носите времена друг друга. Испомните закон Христа. Он говорит, любите ближнего, как самого себя. В этом ценность. А то у нас, понимаете, мы Бога любим только на словах. А Бог говорит, вы проявите свою любовь на деле. Вера же без дел мертва. Ну так написано в Ганне. Вот нам нужно сегодня спросить себя. Вот мы верим в Бога, верим в Богу, верим в Его словам, верим в Библию. А дела наши соответствуют или не соответствуют? Это такая грустная часть. А веселая часть, она ободряющая на самом деле. Знаете, что мы без Бога вообще этого ничего делать не можем. Вообще не можем. Нам незачем вставать утром, ложиться. Нам вообще незачем все это делать. Без Бога. Я не буду говорить с кем на списание сравнивать, если мы без Бога. Но это все бессмысленно. А вот с Богом мы можем все. Мы не просто можем все. Мы можем даже больше, чем все. Потому что Бог сказал, что вы будете делать то же, что я делал. Или еще большее сделаете. А еще одно ободрение, что Он говорит, и сея с вами до скончания века, и добавил аминь. А это значит, поскольку в Нем нет ни тени перемены. Так оно и есть. Мы можем просто прийти к Нему сегодня и спросить, Господь, скажи мне, что я сделал не так, и что мне сделать за... Ради чего мне завтра нужно проснуться, что мне нужно сделать, куда мне нужно пойти, с кем мне нужно поговорить. Может быть что-то сделать. И Он расскажет. В этом ободрении нам не надо ничего выдумывать. Он все нам скажет. Потому что Писание говорит, что пришлю вам Утешитель, оно Духа Святого. Да? Который вас всему научит, обо всем напомнит и все расскажет. И будем молиться за то, чтобы перестать беспокоиться и начать жить. Потому что наша вечная жизнь началась, когда мы покаялись, но почему-то до сих пор не началась. Мы ее начало откладываем постоянно. Давайте будем об этом молиться. Давайте встанем на наши здоровые ноги. Субтитры создавал DimaTorzok